Шляпки, кружевные зонтики, перчатки – забытые атрибуты летнего гардероба наших прабабушек. До начала XX века бледная кожа, в отличие от загоревшей, являлась признаком благородства. Мадам Коко сто лет назад сломала этот стереотип, вернувшись в Париж с французской ривьеры, покрытой загаром от головы до пят. С этого момента загар превратился в символ гламура и праздной жизни. Потемнение кожи у людей происходит из-за меланина, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей. Так организм человека защищается от вредного излучения. Чем светлее кожа, тем вреднее для нее загар. А если на ее открытых участках имеются так называемые родинки или, говоря медицинским языком, пигментные небусы, то риск заболевания меланомой резко возрастает, заявляют врачи. Меланома относится в онкологии к разряду одних из самых злокачественных, бурно текущих и метастатических опухолей. Меланома тяжело поддается лечению. Меланома имеет свою специфику и очень активно метастазирует как лимфогенно, то есть по лимфатическим сосудам, так и гематогенно, то есть по кровеносному руслу. Эти опухоли прежде всего пусковым моментом в малинизации пигментных новообразований, доброкачественных, являются прежде всего вредное воздействие солнечных лучей. Меланома по статистике в Донецкой области, да и в Украине уже в запущенных распространенных стадиях выявляются где-то в 11% случаев. Солярии и специальные кремы для автозагара также таят в себе опасность, заверяют специалисты. Во многих странах – Германия, Великобритания, Австралия, Шотландия, некоторые штаты США – солярий запрещены законодательно уже несколько лет. Солярий – это тот же ультрафиолет, который повреждает кожу, повреждает вот эти пигментные образования и способствует малинизации. Механизм искусственного загара или автозагар тоже любят наши женщины особенно. Такое же внедрение в дерму этих кремов, составляющих этих кремов и стимуляция повышенной выработки мелатонина. Существуют и другие вредные факторы, влияющие на возникновение меланомы. Если эти невусы расположены в зонах текстильного так называемого риска, когда касаются белья пациентов, если они подвержены постоянной хронической травме, то эти образования имеют тенденцию к малинизации. С возрастом заболеваемость раком становится выше. Порой заболевание не дает о себе знать. Каждый четвертый житель Украины, моего поколения, неизбежно заболеет раком, какой бы он здоровый образ жизни не вел. Ежегодно в день борьбы с меланомой в Донецком областном противоопухолевом центре проводится бесплатная диагностика. Для этого желающие пройти обследование должны записаться заранее, позвонив в регистратуру. Я пришла сюда, потому что хочу заботиться о своем здоровье. Не всегда у меня появляется такая возможность. А так как узнала, что сегодня бесплатная диагностика, решила все-таки, почему же пропускать такую возможность. Знаю, что родинки – это опухоли, они могут быть доброкачественными и злокачественными. И не хотелось бы, чтобы мои родинки стали злокачественными. И для этого нужно проходить каждые полгода обследование, узнавать, и если что-то меняется, решать проблему. Диагностика раковых заболеваний безболезненна и не требует взятия проб. Исследование проводится специальным прибором, который внешне напоминает цифровой фотоаппарат. На родинку наносится прозрачный гель, объектив плотно прижимается к коже и через секунду результат выводится на дисплей. Ранняя диагностика меланомы – залог полного выздоровления. Помните о том, что использование защитных кремов, принятие солнечных ванн в утренние и вечерние часы, отказ от солярия снижают риск возникновения смертельно опасных болезней. Наталья Волошина, Павел Нырков, Первый муниципальный. Субтитры создавал DimaTorzok